Исторический обвал. Почему так резко рухнули мировые рынки? Как это отразится на Украине? И не грозит ли нам экономический кризис похлеще 2008-го? Новое правило для плохих родителей. Как закон об алиментах накажет неплательщиков? И почему его так испугались толстосумы и политики? Лечение как роскошь. Какие медикаменты снова подорожают? Кто в этом виноват? И почему программа «Доступное лекарство» оказалась не такой уж и доступной? Тающая нация. Почему количество украинцев так стремительно сокращается, а власть боится переписи населения? И сколько нас сейчас на самом деле? Добрый вечер. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности недели. Первой олимпийской недели. Наконец-то стартовали зимние игры в корейском Пхенчхане. 16 дней. Этот город будет одним из главных источников новостей на планете. И, вероятнее всего, в абсолютном большинстве эти новости будут хорошими, как это обычно и случается с Олимпийскими играми. По сути, уже можно сделать прогноз. Плохая новость будет только одна. Для украинцев. Когда у нас вечер, то есть главные часы для телесмотрения, все ключевые события на Олимпиаде уже будут заканчиваться. Просто из-за разницы во времени. Вот так и сегодня. Церемония открытия Олимпиады состоялась еще днем по киевскому времени. Какой она была? А давайте посмотрим. Тысячи зрителей на стадионе в Пхенчхане и миллионы у экранов телевизоров по всему миру. Сегодня одни стартовали. Зимние Олимпийские игры. Все началось с колокольного звона. Сразу за ним на арене то и дело начали появляться символы корейской мифологии. Артисты образовали живой флаг Южной Кореи. Дальше настоящая феерия. Симбиоз корейских традиций и технологий дополненной реальности. Небо над Олимпийским стадионом разрезают мощные прожекторы. А на самой арене созвездия, символизирующие корейские регионы. К слову, корейцы очень гостеприимны. Отношение к зрителям теплое, даже в буквальном смысле. Сейчас в Пхенчхане минусовая температура, поэтому всем присутствующим раздали шапки и грелки для рук. После шоу и национального гимна Южной Кореи на арену выходит первая делегация. По давней традиции греческая. А вот и украинские спортсмены. Знамя несет олимпийская чемпионка и капитан женской сборной по биатлону Елена Петгрушная. В этом году делегация от Украины рекордно маленькая. Всего 33 спортсмена. Выступят они в 9 видах спорта. Но все надеются на победы. А по прогнозам украинцы могут рассчитывать на 2 серебра и бронзу. Всего же сейчас в Южной Корее почти 3000 спортсменов из 92 стран. Есть в этом году и новички. Впервые в истории зимней олимпиады в ней участвуют сборные Сингапура, Эквадора, Малайзии, Косова, Нигерии и Эритреи. Продлится ключевое спортивное событие года до 25 февраля. За это время будет разыграно 102 комплекта медалей. Еще до официального открытия на Олимпиаде дебютировала и первая украинка, фристайлистка Татьяна Петрова. Выступила в квалификационном раунде в дисциплине «Могул». Финал сразу не прошла, показала предпоследний результат. Однако пообещала выложиться по полной на следующем этапе 11 февраля. В тот же день разыграют и медали. А уже завтра на Олимпийскую трассу выйдут наши биатлонисты. Трансляцию соревнований для Украины обеспечивает Юэй Першей – общественное телевидение. Но вернемся на украинскую землю. Далеко не олимпийской по духу оказалась первая неделя новой сессии парламента. Первые два законопроекта из большого пакета реформ от Кабмина приняты на этой неделе. Напомню, всего правительства предложило принять 35 законопроектов, которые должны заложить основу для существенного экономического роста в нашей стране. Решения в этом пакете самые разные. От дирегуляции до создания новой службы финансовых расследований. Казалось бы, 2 из 35 – хороший темп, почти олимпийский. Вот так до лета можно было бы принять все остальные законопроекты, если бы не все те же проблемы, которые не покидают наших избранников уже четвертый год. Зал пустой, амбиции огромные, а еще и выборы все ближе. Почему именно сегодня в Раде заговорили о выборах, знает моя коллега Екатерина Лысенко. У них позади не просто трудовая неделя, а старт новой восьмой сессии. Казалось бы, первые дни работы должны запестрить принятыми решениями. Тем более, что отложенных, неотложных вопросов у депутатов на месяц беспрерывной работы. Я уверен, что все мы полны энергии и сил. Но сил оказалось недостаточно. Первый из наболевшего – антикоррупционный суд. Мы должны разблокировать работу комитетов над законопроектами президента Украины о создании антикоррупционного суда. Но до включения в повестку дня даже не дошли. Мы можем готовить законопроекты, мы можем их проводить через комитеты, доводить до сессийного зала. Но если тут нет 226 голосов, мы не можем проголосовать. Куда же делись депутаты, этим вопросом задавались в каждой фракции и ввели свой подсчет, кто Киев променял на Вашингтон. То есть они не имеют права держать депутатские мандаты. Поэтому прилюдить списки всех, кого не было, выраховать их зарплаты и вообще скоротить численность депутатов и избавить мандатов тех, кто не имеет чувство ответственности. Идеи штрафов каких-то грошовых, смотрясь на декларации, так просто, понимая, они не работают. Были и разные идеи, и телесные покарания, и другие какие-то вещи, но пока они не позволены Конституцией. И, исходя из этого, в среду заседание закрыли досрочно, а в четверг повестку дня перекроили, заполнив ее социальными вопросами. И поэтому сегодня Порубий шукает те вещи, за которые сегодня будет голосовать вся сессийная зала. Парламент не имеет коалиции. И коалиция у нас не просто 226 голосов, которые должны быть для того, чтобы принимать любые законы или постановки. На этом неделе стало достаточно важное событие. Еще два депутата покинули фракцию блоку Петра Порошенко. То есть, коалиции на сегодняшний день не имеет в принципе. Из-за отсутствия голосов многие главные кресла страны пустуют. Хотя на этой неделе о кадрах в Раде хотя бы стали предметно говорить. Нацбанке Гонтареву заменить Смолием. Это то, что предлагает президент. Ранее, чем в конце месяца, вопрос о главе Национального банка Украины не будет возникать Верховной Раде Украины. Сегодня Смолия запустили по всем фракциям на обговорение. Кто-то его за что-то проверяет, кто-то за что-то его щупает. Кадровые вопросы, так, важные, но они не такие первочерговые для нас. Поэтому будет в порядке денежного призначения главы Национального банка Украины. Мы обовязково встретимся и зададим вопрос. В Верховной Раде базар не закончился. Базар – это торги. Они торгуются за каждую посаду. Но кроме Смолия нерешенными остаются ротации в Центрозбиркоме. Правда, с мертвой точки процесс сдвинулся. Хотя бы названы кандидатуры. Теперь у них спецпроверка, изучение декларации доходов, а уж после голосования. Цикк формируется по кодному принципу. И в зависимости от величины фракции, полицилы могут претендовать на одну или несколько кандидатур. Впрочем, кандидатов от третьей по величине фракции парламента в коалиции сразу принимать не захотели. Это тоже стало предметом для дискуссии. Президентом Украины переподано уже 14 кандидатур, где представлено все фракции и группы, кроме оппозиционного блоку. Почему? Оппозиционный блок дав несколько кандидатур. В администрации президента произошли консультации. Из этого привода работала администрация президента с оппозиционным блоком. Им было бы предложено визначитися с этими кандидатурами. Всего 15 мают быть подано. Кого они вважают как наиболее? И президент домнесет эту одну кандидатуру. Мы вважаем, что должен быть баланс. А для того, чтобы он был, нужно представительство оппозиционной фракции. И нам нужно иметь две кандидатуры. Это будет справедливо. Это выполняющие все рекомендации Ради Европы. И пара, у нас должно быть две кандидатуры. Они не погоджаются на много вещей. Они ликвидировали комитеты, не дали представительство в комитетах. Они полностью собрали себе всю владу. И докорировались до того, что уровень доверия к владе сегодня 5%. Мне бы хотелось, чтобы игры с ЦВК не завершились тем, что они проголосовали за отдельных членов ЦВК. Кроме антикоррупционного суда и кадровых вопросов, у депутатов еще ряд срочных документов, о которых в Раде не особо хотят вспоминать, но им напоминают. Или не согласимся мы с тем, что действующая выборщая система является неприятной. Действующая выборщая система коррумпует сегодня выборщий процесс. Стала нормой в нашей стране, когда люди покупают голосы. Мы должны это сделать. Мы должны создать нормальную, прозорную систему. Я глубоко уверен в том, что люди сегодня ждут от нас. Не то, чтобы политики за полтора-два года до выборов сегодня начали мерять свои рейтингами. А мы должны понимать, что до выборов у нас есть шанс принять надважливые решения. Решения, которые на самом деле ожидают люди. 7 ноября проект избирательного кодекса приняли в первом чтении. А финальное рассмотрение рискует быть самым продолжительным в истории парламента. К нему уже 4400 поправок. Депутатский рекорд. Но когда будет то самое голосование, не знает никто. На все эти вопросы ближайшие 2 недели явно не будут волновать нардепов. Ведь по графику в сессионный зал они вернутся только в конце февраля. Поработав в этом месяце лишь полторы недели. Екатерина Лысинга, Елена Зорина, Вадим Сверидонов. Подробности недели. Телеканал Интер. Не обошлось сегодня в Раде и без очередной языковой стычки во время часа вопросов к правительству. Депутат от оппозиционного блока Сергей Матвиенков начал выступление на русском языке. В отверх хор оппонентов, потребовавших перейти на украинский, в итоге хор пришлось останавливать первому вице-спикеру и премьер-министру. 4.01.2018 года введен порядок проведения рассчетов... Матвиенков, в украинской, я вас прошу, державную мову, она у вас очень хорошая. Очень спасибо. Подождите, извините, я представитель города Мариуполя. Если мы говорим о реинтеграции Донбасса, если вы таким образом относитесь к русскому языку... Шановный пан Матвиенков, пожалуйста, ваше запитание. Я прошу не перебивайте питания пана Матвиенкова от города Мариуполя. Прошу вас. Я перебиваю с вами отдельно на эту тему. Владимир Борисович, так вот, 4-го числа, 4-го числа был принят... Хорошо, давайте. Я еще раз говорю. Я еще раз повторяю. Владимир Борисович, 4-го числа было принято решение о том, что расчет... Расчет. Пане премьер-министр, ваша ответственность относительно субсидий. Я перекладу на государственную мову. Мариуполь и оппозиционный блок цікавят и все граждане Украины. Питание субсидий задавал пан Матвиенков. Дуже дякую. Прошу вас. Дякую, дякую. Шановные коллеги, я хочу надать ответ наступную, что все проплати, которые мы монетизируем через пильги и субсидии, будут действованы. Мы только с 1-го числа начали в первые 26 лет независимости монетизацию пильг для виробников. И эта ситуация будет регулирована. Это касается сутки. А теперь, друзья, я хочу сказать одну речь. Никого не имеет сумму, что я разговариваю украинскую мову. Коллеги, ну давайте не разделять Украину на стороны, кто как говорит. Кто-то говорит так, кто-то иначе. Наша родная мова украинская. Наша мова, за которую мы должны бороться, устоять и увеличить. Но мы должны показать, что мы абсолютно цивилизованная страна. Всю неделю в Украине среди топовых была и польская тема. Вернее, тема нового польского закона, который вызвал без преувеличения глобальный скандал. Попытка пересмотреть историческую политику и вести уголовное наказание за неправильную интерпретацию событий Второй мировой войны уже рассорила Польшу и с Европой, и с Америкой, и с Израилем. Конечно же, и с нашим государством. Верховная Рада на этой неделе даже специальное постановление приняла, призвав польских политиков к диалогу и конструктивности. Ну а некоторые депутаты пошли еще дальше и отправились непосредственно в Польшу, чтобы на месте потребовать от польских политиков отменить эти скандальные нормы. Так сегодня в Варшаве фракция радикальной партии фикетировала польский СЕИ. Интерес Польши полягает в том, чтобы Украина была сильной. Сильная Украина будет сильной Польшей. В противостоянии между Украиной и Польшей выиграет третий. Выиграет Россия. Поэтому мы вызываем польскую владу остановиться, отдуматься, не приниживать украинцев, защищать интересы украинцев, которые, на жаль, тут почти 2 миллиона работают в Польше. На жаль, мы сделаем все, чтобы они дома работали. И дома могли бы работать и заработать. Но пока они в Польше, никто не должен на них нападать, приниживать за то, что они украинцы. С новой силой разгорелся и давний скандал вокруг назначения аудитора для НАБУ по квоте Верховной Рады. Оказалось, что из списка кандидатов выбыла Марта Борщ. Очень опытный американский юрист, экс-прокурор, занимавшийся в Соединенных Штатах расследованием дела Павла Лазаренко. Напомню, фигуры аудиторов антикоррупционного бюро важны, потому что без них нельзя отправить в отставку руководителей бюро. А также закон обязывает их проводить ежегодную проверку деятельности НАБУ. Кто еще остался в списке кандидатов в аудиторы, и что это вообще за скандал, напомнит наша короткая справка. Политические битвы вокруг Национального антикоррупционного бюро ведутся с момента его создания. Нерешительные депутаты уже почти два года не могут расширить полномочия НАБУ. К примеру, принять многострадальный закон о прослушке, чтобы детективы бюро имели возможность сами, без посредников из других правоохранительных органов, заниматься оперативной работой. До сих пор тянется и скандальная эпопея с назначением аудитора бюро. Ведь по закону деятельность наших антикоррупционеров каждый год обязана проверять группа независимых аудиторов. От их оценки зависит будущее руководство НАБУ. Контрольная комиссия должна состоять из трех представителей – от президента, парламента и правительства. Единственный, кто назначил своего аудитора – это Кабмин. По рекомендации хельсинской правозащитной группы им стал украинский юрист Михаил Бураменский. Президент пока над кандидатурой думает, а вот депутаты торгуются. Из-за кулуарных споров все попытки назначить кандидатуру в парламенте проваливаются. Год назад под куполом началась настоящая битва претендентов. Антикоррупционный комитет предложил на должность аудитора американского юриста Роберта Сторча, который победил в конкурсном отборе. Но фракции от коалиции неожиданно, минуя конкурс, привели на заседание своего кандидата – частного детектива из Великобритании Найджела Брауна. В итоге не назначили никого. И объявили новый конкурс с новыми претендентами. И, наконец, первый, казалось бы, прорыв на этой неделе профильный комитет подал спикеру три кандидатуры потенциальных аудиторов. Это испанский прокурор Карлос Кастресана, который возглавлял антикоррупционный трибунал Гватемалы, американский прокурор Марта Борщ и украинский юрист профессор Сергей Кончаренко. Но сразу за этим неожиданная новость. Марта Борщ сняла свою кандидатуру. Возможно, ей просто надоели долгие интриги вокруг назначения. Вместо этого она согласилась стать адвокатом Александра Онищенко. Впрочем, никакого дедлайна по назначению аудитора Гленобу у наших политиков нет. Так что споры о кандидатурах они могут вести еще очень долго. Ну а теперь время для уже традиционной дискуссии в подробностях недели с депутатами. Давайте с ними подведем итоги вот такой парламентской недели. В студии у нас Алена Шкрум, народный депутат от Батьковщины. Здравствуйте, Алена. Доброго вечера. Спасибо, что пришли. А на связи из Одессы Алексей Гончаренко, замглавы фракции Блок Петра Порошенко. Алексей, здравствуйте. И вам спасибо, что вышли на связь. Давайте с вас и начнем. И раз уж вы у нас включаетесь из Одессы, не расскажете ли вы нам, не откроете ли большую тайну, куда пропал мэр Одессы Геннадий Труханов. С конца декабря он постоянно себе продлевает отпуски. Что с ним случилось? Все ли в порядке? Переживаем очень. Для меня это, честно говоря, тоже тайна. Пока все выглядит, как в мультфильме. Он улетел, но обещал вернуться. Ждем-с. Алексей, вам не кажется, что это немного легкомысленный ответ, извините, как для народного депутата. Все-таки Геннадий Труханов возглавляет один из самых крупных городов Украины. И получается, уже полтора месяца этот город остается без присмотра. Алексей, это еще и мой родной город, поэтому, поверьте мне, меня эта ситуация очень и очень беспокоит. Но, знаете, ищет пожарные, ищет милиция, ищет, не может найти. Что мне сказать? Я, к сожалению, как народный депутат, не могу его найти. Я только надеюсь, что он в ближайшее время появится на рабочем месте. Конечно, миллионный город не может жить без мэра. Понятно, хорошо. Ну, вам не кажется, что уже вот какой-то вирус у нас, политикум наш, охватил? Мэры городов позволяют себе месяцами не выходить на работу. Где-то скрываются в своих отпусках, непонятно от чего. Народные депутаты тоже не могут похвалиться большой работоспособностью. Вы в этом месяце проработали ни шатка, ни валка. Вместе будет около полутора недель. И снова на две недели уходите на... не будет пленарных заседаний. Вам не кажется, что с такими темпами до лета вы не выполните даже 10% от обещанных законов? Не успеете рассмотреть. Более того, вы абсолютно правы. А посмотрите на качество работы на этой неделе. Мы осудили Ким Чен Ина. Мы 150-летие Леси Украинки приняли постанову. Ну, несколько еще законов и все. Потому что у нас очень многие депутаты в Вашингтоне завтракают. Кто-то у нас еще, наверное, где-то ужинает. А в итоге у нас в Верховную Раду не ходит достаточное количество депутатов, чтобы мы могли принимать серьезные решения. Я надеюсь, что в ближайшее время это закончится и депутаты все-таки появятся на работе. Хорошо. Ну, чем они займутся на работе, если появится, поговорим и с вами, и с Аленой немного далее. Алена, вопрос теперь к вам. Вы как оцениваете эту неделю? Насколько она была продуктивной? И что ждать вот такими темпами? Повторю вопрос, заданный Алексею. Вопросы в море. Ну, давайте начнем хотя бы с кадровых. Зависло уже очень много. От главы Нацбанка до центра Сбиркома. Когда это может все сдвинуться с мертвой точки? Не, ну, цей тиждень, на жаль, є симптоматичным. Да, потому что, когда нет коалитии, в коалитии нет 226 больше года, то, конечно, если там 30 людей или 40 людей из коалитии летят на снаданок молитовный кудись, то голосов вообще нет, голосов не хватает и не будет хватать. Ну, это симптом хвороби, полной безответственности и вакуум управления государством. Потому что не только пан Труханов полетел и обещал вернуться, его не может найти пан Гончаренко, не может найти коалития, не может чемусь призначити новые выборы, не может освободить. Ну, это все брехня, конечно, это можно делать. Не только пан Труханов и мер Одессы. У нас нет пані Гонтаревой на посаде уже больше года, и она почти год в год. Ну, пані Гонтаревой это не посаду, у нас главы нацбанку. У нас нет министра информационной политики, у нас нет министра аграрной политики, у нас нет нового склада ЦВК, у нас нет нового легитимного... Аудитор на бот Верховной Ради провисает только, что... Ну, окей, легитимного склада не має рахунковой палаты, то есть очень важные органы, вообще не заполненные, это тотальный вакуум управления государством. Ну, это говорит про то, что коалития поделила 917 миллиардов гривен бюджета, проголосовала за 917 миллиардов гривен бюджета, поделивши их, проголосовала за керевуючие посадки, взяла на себя и должна взять ответственность в стране, а при этом ответственности нет. Спасибо, Алюма. Давайте узнаем, понимают ли это члены коалиции. Алексей, вот смотрите, со стороны вот такая череда незаполненных вакансий, она говорит, может говорить о двух вещах, ну, по-моему, или о том, о безалаберности коалиции Верховной Ради, которая, в общем-то, наплевательски относится к управлению страной, или о том, что это кому-то выгодно. Объясните, пожалуйста, расставьте точки над «и», где правда. Ну, во-первых, отреагирую, Алена так рассказала пламенно, действительно, только есть один нюанс, лидер Батьевщины Юлия Тимошенко там же на завтраке, и на январской сессии ее тоже что-то не было видно, таким образом, ее тоже с конца декабря на рабочем месте нет. Теперь, что касается того вопроса, который вы задали, и по поводу коалиции, и по поводу всех этих кадровых вопросов. Безусловно, коалиция, в первую очередь, и весь парламент, потому что это вопросы не только коалиции, и аудитор НАБУ, и счетная палата, и Нацбанк, это не только вопросы коалиции, это вопросы всего парламента. У нас у всех большой долг перед страной, мы должны как можно скорее заполнить все эти вакансии, которых сегодня уже стало очень много, я бы сказал, критически много. Поэтому так хочется перейти к плодотворной, продуктивной работе. Алексей, я не устаю из программы в программу напоминать депутатам от коалиции еще об одном вашем долге, пенсии военным пенсионерам. С декабря тянется этот вопрос, когда он наконец-то решится? В ближайшее время мы рассчитываем получить уже законопроект, который мы сможем в конце февраля проголосовать, и это на самом деле очень злободневный, вопиющий вопрос, потому что получилось, что эта группа людей остались в стороне от повышения пенсии, которое произошло в конце прошлого года. И это, конечно же, совершенно никуда не годится. У меня тоже масса обращений от людей, и мы требуем от правительства как можно скорее решить эту проблему. Алена, вы верите, что в ближайшее время будет принят закон, который пенсионерам позволит военным повысить выплаты или нет? Ну, по-перше, Батьковщина, как оппозиция, подала уже такой законопроект, и такой законопроект уже есть в Раде. Поэтому, если бы коллеги нас поддержали, мы могли бы эту проблему решить на этом неделе. Я думаю, что даже с оппозиционным блоком знали бы голосы на этом неделе это сделать. Ну, на жаль, на два наступных тижня у нас не пленарные, никто не переносит в календарный план, хотя можно было вообще перенести и сделать там наступный тиждень пленарным. Чи верю я, что начнут працювать депутаты из коалиции и брать на себя ответственность? Ні. Чи будем мы намагаться хотя бы социальные вопросы прийняти и для военнослужащих вопросы прийняти, не говорячи про антикорупционный суд, на котором наполягают международные партнеры уже больше года? Ну, я надеюсь, что достаточно здорового глузда это сделать. Но я просто не хочу, чтобы глядачи вели себя на эту маніпуляцию, что там оппозиция тоже, например, иногда не ходит на работу. Юлия Володимировна, как лидер зараз, ну, в принципе, найпопулярнейшей политической партії за социологическими досліджениями, мает встречаться, в том числе, с представниками Белого дома в США. Насправді, с подручника политологии и социологии оппозиция главную функцию несе – это контроль за владой. И мают быть голосы у влады без оппозиции. Сегодня же все законопроекти, которые мы принимали на этом неделе, пан Поробьев благов и просил Батьковщину и самопомощь голосовать за все, потому что нет вообще голосов, даже с радикалами, даже с позафракционными. Ну, поэтому это не нормальная ситуация, контрольную функцию свою мы выполняем, но когда коалиция не имеет коалиции, не имеет фактически голосов, ну, это безответственность в стране. Ну, что хочется сказать, выслушав и вас, Алексей, и вас, Алена, ненормальных ситуаций в нашем парламенте, к сожалению, по-моему, больше, чем нормальных. Спасибо вам за этот разговор. Алексей Гончаренко на прямой связи из Одессы был с нами в студии, Алена Шкрум. Спасибо вам за то, что пришли, Алена, еще раз. Мы продолжаем подробности недели, и вот о каких темах поговорим далее в программе. Новое правило для плохих родителей. Как закон об алиментах накажет неплательщиков? И почему его так испугались толстосумы и политики? Лечение как роскошь. Какие медикаменты снова подорожают? Кто в этом виноват? И почему программа «Доступное лекарство» оказалась не такой уж и доступной? Стартует одна из самых масштабных реформ за последние годы. Это затронет без преувеличения всех украинцев, даже тех, кто не пользуется общественным транспортом. Меняются правила пассажирских перевозок. Решение принято Кабмином. Главный лоббист – Министерство инфраструктуры. Обещания серьезные, чего стоит хотя бы судьба маршруток. Эти неизменные герои украинских дорог должны исчезнуть, и вместо них будут только автобусы. Еще в Кабмине обещают дирегуляцию на рынке перевозок и строительство новых автостанций. Государство ручается, что на маршрутах останутся только легальные перевозчики. А вот что будут делать нелегальные? Неужели просто смиряться? В нашей стране уже есть большой опыт протестов водителя маршруток. Вероятнее всего, многие из них не захотят вот так просто оставаться без привычной работы, да и в тени. Заработок это ведь часто выше. Все-таки без официальных отчислений в карман попадает больше. Прокомментировать эту тему мы попросили министра инфраструктуры Украины Владимира Амеляна. Вот что он нам сказал. Мы же боремся все за прозорость и за отсутность коррупции. Это, власне, крок на зустрічь в этом. У нас таки уже есть опыт протестов, когда мы ввели габарит нового комплекса на дорогах Украины и остановили рух перевантаженных автомобилей. Протести были массовые, но потом перевозчики понимали, что необходимо удержаться закону и правил, и это для процветания их бизнеса, и, в частности, это будет в автобусных перевозках. Безперечно, первых пів года это будет сложно привыкнуть до нового формата игры, где ты конкуруешь просто своей циною и качеством перевозки, а не домовленостей с чиновниками или с владой. Мы усунули этот фактор. И, пожалуйста, закликаем перевозчиков честно конкурировать между собой. Вы видите, как это работает в авиационном среде. За рахунок того, что государство основала правозори правила гри, авиационный рынок роста каждого года на 30%, и пасажири используются на свой властный рассуд теми авиакомпаниями, которым больше довподобие. Відповідно, авиакомпании стараются самостоятельно оновлювать максимально быстро свои летаки, для того, чтобы отримать больше пасажиров. Мы надеемся, что такая философия спрацует и в автобусных перевозках. Адже, за рахунок конкуренции и отсутствие коррупционного фактора с боку государства, перевозник имеет больше денег на инвестиции в свой 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 рухомый склад в автобусы. Десятки тысяч должников. В Украине в публичном доступе существует реестр неплательщиков. И среди тысяч фамилий есть очень известные. Например, министр финансов Александр Данилюк якобы не уплатил штраф за нарушение правил дорожного движения. Правда, позже в полиции уточнили. В реестр Данилюк попал по ошибке. Мол, не точно указал реквизиты проплаты. Но есть в реестре и отдельная категория должников, которая может стать самой массовой. Это злостные алименщики. Среди них тоже есть лица очень высокопоставленные. Кстати, уже с этой недели заработал закон, который должен усложнить жизнь вот таких безответственных родителей. За неуплату алиментов грозятся и за границу не пускать, и водительские права отбирать. Ведь в Украине уход от отцовских обязанностей носит, ну просто массовый характер. И закон вроде бы очень нужный. Вот только будет ли он работать? И почему до сих пор никто так и не смог найти управу на алименщиков? Как с ними борются за границей? Евгения Коваленко разбиралась. Наказывать злостных алименщиков по всей строгости. Ведь тысячи отцов не дают ни копейки на своих детей. А некоторые, чтобы платить своим наследникам меньше, даже на зарплаты в конвертах переходить готовы. Отец забывает вообще не только о морали, а о том, что ребенку каждый день нужно просто покушать. Новость о законе об алименщиках взволновала всех. Отцов-должников даже в парламенте искать начали. Итак, что же ждет нерадивых родителей? Отныне их не пустят за границу, будут лишать права управлять автомобилем и владеть оружием. Также их будут отправлять на соцработы. Еще одно новшество. Для выезда ребенка за границу больше не потребуется разрешение отца-алименщика. Минимальный размер алиментов теперь 930 гривен для старших детей, а для малышей еще меньше. Но даже этот мизер многие отказываются платить. Более того, придумали, как избежать наказания. Схема простая. Вот, к примеру, раз в полгода отправить своему ребенку сотню гривен. И теперь такой отец уже не считается злостным неплательщиком. И схем, как обойти закон, в Украине масса. Более того, без четко прописанного механизма он и работать не будет. Да и эти ужесточения страшны далеко не всем должникам. Особенно, если у нерадивого отца нет ни машины, ни оружия, ни желания отправиться в заграничный вояж. Другая сторона медали – права отцов, которые тоже нарушают. Вот это мой сын Артем. Полтора года его на данный момент не вижу. Сейчас его сыну уже 4 года. Но у отца остались только старые фото. Говорит, бывшая жена запрещает видеться с ребенком. Хотя у Сергея есть на руках решение суда. Он имеет право на свидание с сыном. Но попасть к нему – миссия невыполнимая. Меня обычно ожидает охрана в виде 4-х вооруженных охранников. Внутри дома меня ждет обычно бывший тесть с друзьями, вооружившись топором и ломом. Внутри дома ожидает бывшая жена и бывшая теща с газовыми баллончиками. Сергей развелся с женой 3 года назад со скандалом. Оставил ей и ребенку загородный дом. Говорит, первый год исправно платил алименты по 2 тысячи в месяц. Но потом устроил протест. Я платил алименты. Надеюсь, что мне будут давать ребенка. Кому я, на кого я плачу, вообще нет. У меня уверенности, что я извиняюсь, в живых. Почему нет никакой ответственности за то, что ребенка лишают общения с отцом? Но на самом деле такая ответственность есть. За этим должны следить судебные исполнители и полиция. Вот только правоохранители крайне неохотно вмешиваются в семейные дела. Если не работает старый закон, заработает ли новый? Всех украинских должников заносят в публичный реестр, который составили в Минюсте. Этот список в свободном доступе в интернете. В нем уже больше 70 тысяч фамилий. Здесь и те, кто не оплатил дорожные штрафы, и банковские займы, и алиментщики. Но станут ли они все невыездными? В пограничной службе проверять должников будут не по реестру, а по протоколу от госисполнителя. Только тогда мы вносим его до базы данных. И эта информация есть, соответственно, у всех наших инспекторов. Если гражданин погасил заборгованность, мы должны отримать информацию а от суду, который принял такое решение, а от государственного выполнения. Пока у пограничников протоколов на алиментщиков нет, ведь закон только заработал. Но прецеденты с другими должниками уже были. Нескольким банковским неплательщикам все-таки запретили выезд из страны. Но если с пограничниками все ясно, то кто будет отбирать водительские права, пока непонятно. А пока нет процедур, есть результат – массовое невыполнение судебных решений. А в Европе все механизмы семейного права работают четко. К примеру, в Бельгии злостных алиментщиков могут посадить в тюрьму на два года. Кроме того, арестовать имущество и заморозить банковские счета. Также на них налагают штрафы до 15 тысяч евро. Но такие случаи здесь редкость. Если сравнивать с тем, что я слышала об Украине, то тут, наверное, гораздо реже это случается. Просто потому что, в общем, люди больше слушаются законы и боятся последствий. Украинка Александра 15 лет жила в браке с итальянцем. У них двое детей. В прошлом году они мирно разошлись. Без судов договорились об алиментах. Бывший муж платит исправно. В среднем в Бельгии на ребенка приходится от 400 евро в месяц. Два месяца задержки или выплаты неполной суммы и можно подавать жалобу. Занимаются этими вопросами как государственные службы, такие как госказначейство и судебные исполнители, так и общественные и коммунальные организации. Эта организация берет на себя ответственность по выплате минимальных алиментов тебе. То есть ты получаешь практически деньги сразу. Несмотря на то, сколько они будут разбираться с тем, кто не платит алименты. Правда, в этом случае платят минимальную соцпомощь – 175 евро в месяц. И положена она лишь родителям-одиночкам. А вот как это, когда закон не защищает, хорошо знает Светлана. У нее был очень тяжелый разрыв со скандалами и побоями. Бывший муж даже не собирался помогать сыну. Из-за угроз женщина 8 лет боялась подавать на алименты. Решилась три года назад. По решению суда отец должен платить от 5 до 7 тысяч в месяц. Но результат – более 50 тысяч долга. Первую выплату мы получили с сыном только тогда, когда отцу нужно было пересечь границу. Он заплатил тогда одноразово 5 тысяч гривен, для того, чтобы его не включали в этот список невыездных. Но на этом щедрость закончилась. За 12 лет ребенок не получил ни от этого подарка от папы. Давид с отцом виделся в последний раз два года назад. Мальчик сам попросил о встрече. Он спросил, это мама сказала, чтобы ты мне позвонил и попросила о встрече. Я смотрю на него и думаю, а какое это отношение имеет к тому, что я пришел с тобой поговорить. Но теперь папа у Давида только на бумаге. Он рисует полноценную счастливую семью. Но уже давно научился жить без отца. И точно знает, как не должно быть в его будущей семье. Я тебя очень люблю. Евгения Коваленко, Елена Абрамович, Марьяна Бурякова, Василий Миновщиков, Иван Ермаков и Владимир Дедов. Подробности недели телеканал Интер. Печально, но на бумаге у нас не только нерадивые родители. В каком-то смысле все наше общество тоже на бумаге. Вот еще не так давно украинцев было 52 миллиона. 20 лет назад официально стало уже 48. А сколько сейчас? Всего 42 или уже 32 миллиона. Утечка мозгов и рабочих рук достигла уже просто катастрофических масштабов. В одной только Польше устроились больше миллиона украинцев. И уже несколько лет наши соотечественники в лидерах по числу полученных в Евросоюзе видов на жительство. Почему в Украине боятся проводить перепись населения? И что могут сказать реальные цифры? И Натомина продолжит тему. Небольшое село Тавтры в 40 километрах от Черновцов. Здесь нет заводов, ни фабрик. Заработать можно, лишь занимаясь сельским хозяйством. Живут тут полторы тысячи человек. Официально. Но реально не больше тысячи. Ведь треть за границей на заработках. Едут все. Мужчины и женщины. Молодые и не очень. Из числа процедатного населения почти половина находится. Перебиваю за межами Украины. В основном это на подзаработках. Женщины работают уборщицами, мужчины строителями. Галина Васильевна – педагог с 30-летним стажем, заведующая детским садом. Но чтобы выжить, должна искать дополнительный заработок. Дважды в год берет отпуск за свой счет и едет в Германию. Убирает в квартирах. Конечно, то, что там можно заработать, то тут далеко. Там можно за день-два заработать свою месячную зарплату. В Западной Украине заработки – это массовое явление. Почти в каждой семье кто-то зарабатывает за границей. Вот, к примеру, Львовская область, Самборский район. Тут тоже поездками в поисках лучшей жизни не удивишь никого. Точно оценить масштабы трудовой миграции невозможно, ведь многие уезжают нелегально. По очень приблизительным подсчетам – от 2 до 7 миллионов украинцев. Причем за границу едут все – и люди рабочих специальностей, и программисты, и врачи. Словом, те специалисты, которых так не хватает Украине. И те, кто мог бы платить налоги своей стране. Миграция резко сокращает работающее население в Украине. То есть у нас, по большому счету, на сегодня каждый работающий тянет на себе из своих налогов пенсионера. И тянет на себе, грубо говоря, полтора льготников. Потому что льготников, повторю, у нас 18 миллионов. Мы уже официально считаемся стареющей нацией. Страной, где смертность превышает рождаемость. Еще 20 лет назад, после последней переписы населения, нас было 48 миллионов. Сейчас, по приблизительным подсчетам, на 4 миллиона меньше. Ну и эти данные уж очень оптимистичны и не учитывают наши реалии. Сколько же украинцев на самом деле? Давайте условно сами посчитаем. Берем данные ООН. По их оценкам, нас чуть более 44 миллионов. Это вся Украина вместе с Крымом. Отнимаем оккупированный полуостров. Это приблизительно 2 миллиона человек. И получаем, грубо, 42. Отнимаем территорию Ордло. Это еще 3 миллиона. Получаем 39. Дальше минусуем минимум 2 миллиона трудовых мигрантов, которые в Польше. 37. Отнимаем другие страны Европы, которые принимают зарабетчан легально. Это еще миллион. Получаем 36. Идем дальше. Отнимаем студентов, которые учатся за границей. Это еще 800 тысяч. Все. 35-200. Это простая условная арифметика. Конечно, это грубый подсчет. Но даже исходя из него, понятно, сейчас в Украине нас меньше примерно на 10 миллионов от заявленных официальных данных. А вот реальной картиной не знает никто. Почему же перепись постоянно откладывает в долгий ящик? Ведь ее, по рекомендациям ООН, нужно проводить раз в 10 лет. Есть только два ответа. Во-первых, дорого. На это нужно больше миллиарда гривен. И солидный человеческий ресурс. Но существует также версия, что даже в таком вопросе, как перепись населения, не обошлось без политики. Ведь реальная статистика может больно ударить по политическому рейтингу. Власть заявляет, что нас мало. Соответственно, оппозиции любого толка надо начинать говорить. Вот, случайная влада довела, что украинцы вымерли. Вот этого, естественно, никто не хочет, потому что все хотят перезбраться. В результате перепись переносят из года в год. И теперь назначили новую дату 2020-й. Но почему так важна перепись в Украине? Ответ прост. Без понимания реальной картины невозможно нормально выстроить социальную инфраструктуру. Социальное страхование, медицина, расчет инфраструктуры для жизни людей. То есть логично, что садики надо строить там, где растет рождаемость. А школы точно так же, больницы там, где есть пациенты. Если этого нет, мы получаем неэффективную общую государственную машину. Государственную машину, в которой не заботятся о пассажирах. Где каждый третий украинец задумывается о том, чтобы стать гражданином другой страны. Инна Томина, Богдан Савруцкий, Олег Неведомский, Ольга Паломарюк и Галина Якушко. Подробности недели, телеканал Интер. Своих в беде не оставляем. Министр иностранных дел Павел Климкин пообещал, что Украина поможет освободить наших моряков, задержанных в Греции. Об этом он написал в своей колонке для Европейской правды. Напомню, на этой неделе в украинском МИДе сообщили, что в Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов задержаны аж 120 украинских граждан. Причем 42 из них уже получили тюремные сроки от 8 до 25 лет. Остальные последствия. Это сообщение растиражировали все украинские СМИ. Вот только один нюанс все-таки упустили. Бороться с вот такими преступлениями для Греции вопрос принципиальный. Тысячи граждан самых разных стран получают тюремные сроки по этой статье. Как другие страны помогают своим людям и что сами греки делают для того, чтобы спасти от тюрьмы обвиненных несправедливо, мы обязательно подробно займемся этой темой. Вот казалось бы, ну не может уже дорожать то, на что и так заоблачные цены. Нет, все-таки дорожает. Опять появились новости о росте цен на лекарства. Людям уже приходится тратить несправедливо большие деньги даже на самое простое лечение. Но и это еще не предел. Эксперты прогнозируют, медикаменты снова вырастут в цене. Почему это происходит и насколько подорожают препараты, разбиралась любовь кукла. Бензин, одежда, продукты, а теперь и лекарства. Конечно, дорого. Дуже дорого. Только от взгляда на ценники в аптеках поднимается давление. 500, 400. Чеки показать. Болезнь сейчас дорого, а будет еще дороже. Прогнозирую, где-то 10-20% взрослого продовжения года. Цены вырастут на все лекарства. В первую очередь на импорт. Все из-за курса доллара. Я неодноразово наголошу, что цену на лекарские средства формуют выработники. Как витчизненные, так и иноземные. Выходя из курса доллара, плюс никто не изменял подорожание ресурсов, таких как электроэнергия, вода, газ и все еще. И хоть на аптечных полках много украинских препаратов, они уже догоняют в ценах импортные. Особенно раскошелиться украинцам придется именно сейчас, зимой. Ведь нынче разгар сезонных болезней. Болеют все и взрослые, и дети только в Киеве на карантин из-за гриппа. Закрыли десятки школ. Поэтому сейчас в аптеках аншлаг. Скупают все сезонное, против простуды. Во сколько же обойдется украинцу минимальный противогриппозный набор? Капли от насморка в среднем 50 гривен. Жаропонижающие больше 100. Сироп от кашля в такую же цену. В итоге, ни много ни мало, а 300 с лишним гривен. И это только базовые препараты. Больше всего подорожание лекарств бьет по карману пенсионеров. Надежда Бутенков в свои 71 не понимает, как можно жить без таблеток. Почти 15 лет назад женщина перенесла инфаркт. Поэтому пилюли прописали ей пожизненно. А еще не знает, как выжить на одну пенсию. Ведь на лекарства уходит половина. 800 гривен. 800 гривен. А как вы спали? Я стыдно казать. 1950 гривен. Женщина живет в маленькой квартире. Чтобы хватало на лечение, экономит на всем. Особенно на еде. Скромный обед. Картофельное пюре. С таблеткой. А к сердцем. Это шутит ее главная пища. Каждый день. Одна кончается. Иду по другой. Я же много брать не могу. А листочок? Листочок взяла. А что той листочок? 14 таблеток. Походы за таблетками для женщины, как утренняя зарядка. По расписанию. И вот очередной визит в аптеку. Берет немного. 4 упаковки. Этого и хватит на неделю. Сумма 600 с копейками. За что жить еще месяц до очередной пенсии? Казалось бы, выход есть. Для пенсионеров в Бенздраве придумали альтернативу. Программа «Доступные лекарства». С этой попытки ее даже удалось запустить. По задумке все очень неплохо. Лекарства для асматиков, сердечников, гипертоников и диабетиков можно купить за сущие копейки. Но это только на словах. В жизни схема таким дала сбой. Таблеток на всех не хватает. Да и те, что есть, подходят не всем. Нашей героине, Надежде Бутенко, даже доктор их запретил. Да, участие аптек в программе добровольное. И частные аптеки, которых большинство соглашается на нее, крайне неохотно. Потому что, ну, явно невыгодно, низкомаржинальный товар, товар там копеечный, на который не поставишь большую наценку, жди возврата денежного и так далее. «Доступные лекарства от Бенздрава» – единственные товары на аптечных полках, которых подорожание почти не коснется. Правда, они настолько доступны даже без скидки, что по карману почти каждому пенсионеру. А вот те, что доктор прописал, вырастут в цене. По оценкам экспертов, процентов на 20. Любовь кукла, Сергей Килибник, Вадим Сверидонов и Оксана Алексеева. Подробности недели. Телеканал Интер. Тем временем у Минздрава уже выработался фирменный стиль. Чуть что – обвинять местные власти. Вот и о неработающей программе «Доступные лекарства». Подчиненные Ульяны Супрун говорят то же, что и во всех других случаях. Процитирую. «Проблемная ситуация возникла из-за того, что во многих регионах Украины не успели произвести все необходимые управленческие действия. Не направили вовремя деньги в районы, не открыли новые казначейские счета, не подписали договоры с аптеками. Мол, деньги правительство выделило, а вот до аптек они просто не дошли. Такое впечатление, будто Минздрав и не обязан отвечать за организацию всех процессов в своей отрасли». Работой Минздрава и реформой, которую предложила Ульяна Супрун, придется заняться и Конституционному суду Украины. 59 народных депутатов по инициативе оппозиционного блока оспаривают конституционность норм закона, который дал старт медреформе. По словам заявителей, принятый закон нарушает сразу 9 статей основного закона и вводит фактически платную медицину. «Их послуг будут платными. Если мы посмотрим, до какого возбуждения сегодня доведены люди, мы прекрасно понимаем, что люди, в частности, одинокие, пенсионеры, люди, которые живут в отдаленных местах, просто опинятся поза зоной медического обслуживания. А то, что это приведет к целому ряду сокращений в мереже медицинских закладов, это однозначно, потому что эти новые правила и будут потребовать абсолютно другого финансирования, и не каждый медицинский заклад за таких обстоятельств, конечно, может вызвать. Оппозиционный блок, переконанный в том и считает, что действительно нужно проводить реформу в системе охраны здоровья. Но при одних условиях, она должна отвечать требованиям Конституции Украины». Не менее драматичной может стать реализацией и еще одной большой идеи – монетизации льгот и субсидий. Эту реформу уже давно обещают, и даже МВФ требовал от Украины перевести все такие выплаты в реальные деньги. На этой неделе Минфин объявил монетизации «быть». Но вот что странно, похоже, эти планы не до конца согласованы даже с социальным блоком правительства. По крайней мере, вице-премьер Павел Розенко заявил, «Монетизация невозможна до тех пор, пока не заработает современная система учета коммунальных услуг. Иначе в этой сфере начнутся растраты». Речь идет о 70 миллиардах гривен в год. А вот когда появится такая система учета, это уже вопрос без ответа. Мы попросили прокомментировать эту тему инициаторов решения, представителей Министерства финансов. Вот что нам ответил замминистра Сергей Марченко. Можно говорить про детали, когда вы чётко понимаете, что у вас есть кинцевая мета 1 сечня 2019 года. Что самое, какая система обліку, каким образом сделать математизацию, что это должны быть живые деньги на рахунки, которыми граждане могут использоваться на будь-який рост. Что это должны быть цельные деньги. Что банки готовят для, скажем так, цих кольоровых денег, так званых. И так далее. Это вопрос для дискуссии. Я не готовий сейчас комментировать вице-премьера. Он более детально, наверное, понимается на этих вещах. Мы, как Министерство финансов, для нас важлива одна простая речь. Кошти платников, податков, которые мы собираем, для властников, для отривающих сусидей, мают пить на цельный характер. И, с другой стороны, мают беречься доверие в системе и оплата в системе. То есть, если мы даем эти деньги гражданам, а наступного дня виявится, что они не заплатили за житлово-комунальные услуги, то эта система сама себя дискредитует. И доверия не будет. Поэтому эти вещи надо делать поступово, прораховывая каждый крок. Хваленый биткоин летит вниз. Еще в декабре считалось, что это и другие криптовалюты будут только расти. Биткоин к концу прошлого года и вправду взлетел. Аж до 20 тысяч долларов. Но теперь вот подешевел почти в 4 раза. Скептики ликуют. Мол, говорили же, что вся эта шумиха вокруг модных криптовалют ненадолго и еще разочарует тех, кто поспешил вложить в них деньги. Но и традиционные рынки в этом году не радуют инвесторов. На американской бирже рекорды падения. Давно такого не было. Даже во время финансового кризиса 2008 года индексы не опускались так резко. Более чем на тысячу пунктов за день. Ну а вслед за американской биржей вниз поползли и другие рынки. Эксперты уже поговаривают о том, что все это не просто какое-то временное явление, а предвестник нового глобального кризиса. Кто уже потерял сотни миллиардов долларов и чем на самом деле все это может закончиться, выяснял Дмитрий Анопченко. Богатые тоже плачут. Это как раз и о нынешней ситуации. Биржа, словно русская рулетка, никто толком не знает, какой выстрел следующий. Холостой или смертельный. Американские СМИ выходят заголовками, мол, на торгах опять обвал. 500 богатейших людей планеты каждый день становится беднее. Рейтинг агентства Блумберг как сводка с полей финансовых сражений одни потери. В этом списке только миллиардеры. Громкие имена, знаменитые фамилии. Кто два, кто три, кто четыре миллиарда долларов. Только за несколько дней потерял. В перечне лузеров и Цукерберг, и Билл Гейтс. Российский бизнес всего за несколько дней четыре с половиной миллиарда долларов потерял. Убытки украинцев исчисляются десятками миллионов. В общем, есть от чего запаниковать. И теперь к бегущей строке внизу экрана с курсом акций и котировками валют люди стали внимательнее присматриваться. Пусть даже не особо и разбираясь в экономике. Все беспокоены. И в итоге финансовые новости на первое место вышли. В чем причина происходящего? Пытаются сейчас объяснить стили экранов аналитики и экономисты. Используют мудреные слова и сложные термины. Каждый сам по себе звучит вроде убедительно. Но точного ответа нет ни у кого. Только версии выдвигают. Кто о перегреве рынка, кто о компьютерном сбое. Одни кричат нужно делать что-то срочно. Другие успокоятся, призывают. Ажиотаж грандиозный. Но мало кто вспоминает, что фунтовый рынок. Это ведь не экономика в целом. На лекциях в американских вузах часто приводят классический пример резкого спада в 1987. Рынок тогда рушился просто на глазах. Но когда со временем разобрались в причинах, то выяснили. Причина-то по сути одна. Паника. Люди бросались продавать все лишь потому, что так все делали. Стоило всем успокоиться. И за этим падением последовал рост. Такой же точки зрения и в Белом доме придерживаются. Там уверены. Экономика страны по-прежнему сильна. А обвал бирж вовсе не говорит о кризисе. Мол, уровень безработицы низкий. Занятости высокие. Зарплаты растут. Корпорации показывают рекордные прибыли. Все это признаки сильной экономики, что бы ни происходило на рынках. Но там ведь и еще один фактор нестабильности есть. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин, которому многие пророчили, что он чуть ли не доллар заменит, обвалилась. Инвесторам стоит быть готовыми к тому, что его стоимость, как и других криптовалют, упадет вообще до нуля. Это официальный прогноз одного из крупнейших американских банков – Goldman Sachs. Своих VIP-клиентов банкиры предостерегли от возможных проблем, а всем остальным просто запретили использовать кредитные карточки для покупки биткоинов. Но даже несмотря на это, выводы о начале нового мирового кризиса делать преждевременно, сказали прессе в вашингтонских штаб-квартирах мировых финансовых организаций. Там считают, что нынешний спад хоть и не закончится в один день, но и не затянется, какие бы новые громкие заголовки не выдумывала пресса. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Но все-таки хватает и негативных прогнозов, даже конкретные сроки есть. Например, один из самых известных украинских экономических аналитиков Эрик Найман считает, что уже осенью в Америке может начаться полноценный экономический кризис, который неминуемо отразится на остальных странах, в том числе и на Украине, критически зависимой от экспорта, а значит и от цен на сырье. Если сырьевые цены полетят вниз, проблемы будут очень серьезными. Храните кэш и готовьтесь к худшему. Так Найман подытожил свою оценку ситуации. Итак, кому верить и к чему на самом деле нам с вами готовиться? Это темы для разговора с Олегом Устенко, экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера. Сегодня у нас в гостях, за что вам огромное спасибо, Олег, что пришли. Добрый вечер. Олег, вот вы, как немногие экономические эксперты, умеете доступно объяснить сложные экономические какие-то модели, механизмы, все то, что происходит. Это попрошу сделать и сейчас. Вот это резкое падение на американских биржах. Насколько оно резкое? Повторяет ли оно ситуацию 2008 года? Почему оно возникло? И чем грозит мировой экономике все-таки? Я бы сказал так. Точно мы еще не находимся на уровне 2008 года. То, что произошло 2017, прошлый год, рынок американский рост вырос приблизительно на 20% и продолжал свой рост еще где-то на 7% до 26 января этого года. Фактически, если вы вложили 100 долларов в начале 2017 года, то до 26 января текущего года у вас оказалась стоимость вашего актива находилась уже где-то на уровне, скажем, 130 долларов. И вот после этого началось некоторое затишье несколько дней и потом резкое падение. И вот это резкое падение, которое произошло первый день 4%, и это было как бы не так уж страшно, потому что, представьте, вы 7% выиграли в этом году, да, потом по 4% потеряли, но оно продолжилось и дальше. Мы находимся еще далеко от ситуации 2008 года, волатильность на этом рынке большая, но что произошло дальше? Когда у тебя есть падение на рынке, многие, которые не особенно разбираются в каких-то фундаментальных основах, как работает рынок, они начинают паниковать. Когда ты паникуешь, ты тянешь рынок вниз, ты начинаешь продавать то, что у тебя есть на руках, я имею в виду акции. Но параллельно с этим мы-то живем в новую эру, и очень много, большая часть брокерской торговли и вообще торговли на биржах, она совершается компьютерами. И компьютер может выдавать задания, например, если у нас есть с вами какие-нибудь инвестиционные фонды, и наш инвестиционный фонд управляет деньгами пенсионеров Соединенных Штатов Америки. Мы боимся с вами риска, и когда начинается падение на фондовых рынках, мы уже изначально заложили в программу нашего компьютера, он должен сбросить немедленно. И вот сейчас пошел вот такой вот эффект, эффект панического домино, наверное, вам нужно сказать. Что дальше, вот по вашим ощущениям, это будет продолжаться или нет? Кризис, то есть вот кризисом можно, не хотелось бы пугать, но все равно же готовиться нужно к худшему иногда. Возможно повторение 8-го года? Тоже кризис 2008-го года, Лемон Бразерс были практически непредсказуемы, и рынок вел себя, и все тогда считали, что корректировка. Я сейчас считаю, что это пока мы находимся в зоне корректировки. Но если будет стечение еще каких-то дополнительных обстоятельств, рынок может глобально пойти вниз, а тогда могут быть проблемы. Но то, что уже происходит, инвесторы напуганы, многие инвесторы. Многие инвесторы начинают выводить свои средства с территорий, которые для них кажутся рисковыми территориями. Они вкладываются в так называемые тихие гавани. Эта тихая гавань для, в принципе, очень многих в мире, это ценные бумаги правительства Соединенных Штатов Америки. Представьте, у вас есть огород, да, вот у нас в деревне есть огород, он есть у вас, у меня еще у 10 человек. И все мы знаем, что картошка в этом году не выросла. Мы начинаем убирать вот то, что было посажено на этой части, где картошка, и думаем о том, что посадим какой-то другой. Давайте уже все-таки о нашем самом родном огороде. Куда занесет тогда Украину вся вот эта волна возможного ухудшения, скажем так, спада экономического во всем мире? Вы согласны с Найманом, который говорит, что если у нас упадут цены на сырье, мы на экспорте начнем получать меньше, ну и все тогда, суши весла? У нас половина нашего экономики зависит от экспорта, половина ВВП мы получаем от экспорта. Падение, которое сейчас произошло, фактически за эту неделю на сырьевых рынках, а мы сырьевая страна, 60%, даже 65% нашего экспорта это сырье. Металлы, химия и зерно. Там падение произошло где-то в среднем на около 2%, если смотреть по индексам. 2% падения там, если оно продолжится еще настолько же, оно чревато тем, что мы недополучим в росте нашем экономическом на этот год, который прогнозируется в 3%. Есть риск того, что мы получим рост, вот если ситуация зафиксируется, мы получим рост в 2%. Мы недополучим наши средства, которые должны получить за счет... Хорошо. Какие последствия для простого украинца, простого телезрителя, который нас сейчас смотрит? Или даже давайте, дайте советы людям, вот на сегодняшний день. Куда мне сейчас бежать? Как себя хоть немного обезопасить? Скупать доллары, продавать доллары, что делать? Надо понимать, что девальвационное давление на гривну, оно может увеличиться, оно усилится. Это просто однозначно. Если экспорт падает, давление увеличивается. Это новые вызовы не только для населения, но и для политического класса страны. Это значит, что повестка дня, связанная с реформами, она еще больше актуализируется. Если ты не делаешь реформы, то ты впадаешь реально в кризис. Что касается населения, надо помнить одно основное правило, что в период вот такой вот повышенной турбулентности ни в коем случае нельзя делать какие-то резкие подвижки. Ты не можешь броситься в одну валютную позицию или в другую. Задача не прирастить, а задача не потерять. Хорошо. Как не потерять? Процентное соотношение. 50% доллара, 50% евро? Я бы побоялся сейчас рекомендовать вкладывать в евро. И вот почему. Потому что вот на фоне вот этой повышенной турбулентности на американских фондовых рынках и перетока капитала в долларовые позиции наметилось. Евро может просесть. Евро проседает, уже даже проседает. Не просто может, а оно уже проседает. Оно ушло за неделю с отметки 1.25 в отметку 1.2. Поэтому идеальный вариант это... Молодого, соответственно, возможно, будет расти. Идеальный вариант 3 позиции. Доллары, евро, гривны. И не думать, что ты где-то выиграешь. Вопрос не потерять. Сохранить. Я понял. Еще одну тему с вами обсудим. Это то, что уже на следующей неделе в Украину приедет миссия МВФ. Пока что это миссия техническая. Несколько экспертов фонда прибудут в Киев для консультаций. Вот куда более важную миссию, оценочную, в нашу страну кредиторы отправлять пока не собираются. Да и вообще, чего-либо конкретного по новому траншу до сих пор нет. Хотя официальные лица уже не раз говорили, что удалось достичь полного взаимопонимания с фондом. Напомню, в этом году Украина претендует на получение одного или даже двух траншей на общую сумму до 2 миллиардов долларов. Кроме того, от сотрудничества с МВФ зависит и получение другой помощи. Например, от Всемирного банка. Продолжим разговор с Олегом Устенко, экономист-исполнительный директор Международного фонда Блейзера. Продолжает отвечать на мои вопросы. Олег, так если честно, вы верите, что мы кредит от МВФ хотя бы один в этом году получим? Я думаю так. В этом году открытая потребность в валюте 7 миллиардов долларов. Не покрытая, а открытая потребность. 7 миллиардов долларов, из которых 4 миллиарда долларов мы должны вернуть нашим внешним кредиторам по государственным долгам. Если не найти эти 7 миллиардов долларов, то мы окажемся перед возможным выбором двух путей. Первый путь. Идти на резкое уменьшение золотовалютных резервов, уменьшая их именно на эту сумму в 7 миллиардов долларов. Первый путь. И постепенно девальвируя денежную единицу. И не забрать новых долгов. Правильно я понимаю? Сейчас, но по первому пути мы откроем страну под уже тогда не кризис, а цунами. Экономическое цунами 2019 года. Потому что там платежей гораздо больше должно быть. Либо второй путь. Пытаться, насколько это возможно, договариваться с международными институциями и получить деньги в долг. Что тоже крайне плохо с той точки зрения, что в общем-то у нас бремя долга 80% ПВП. Это самое высокое в рамках СНГ. Мы 5% нашего валового внутреннего продукта тратим только на выплату процентов. Это сумма соизмеримая, например, со всеми бюджетом Министерства обороны и силового блока. То есть вот о таких суммах мы говорим. Эти 7 миллиардов нам нужно привлечь инвестициями просто для стабилизации ситуации, но не для развития. Правильно. То есть просто выжить. И все. Просто выжить, а дальше живем. Для того, чтобы поддержать финансовую стабильность. Понятно, но задача не из легких. Вот смотрите, с МВФ вообще у нас все сейчас не очень просто. Требования антикоррупционного суда, борьба с коррупцией, понятно, депутатов возможно додавят, да, в общем-то они примут все необходимые законопроекты. Есть один очень спорный момент. Требование повышения цены на газ от МВФ. И здесь у депутатов, в общем-то, желания этого делать, да и у правительства особого нет. Два вопроса здесь у меня возникает. Хватит ли у правительства решимости пойти на этот шаг? А если не хватит, все-таки спасут вот перед избирателями, да, то удастся ли договориться с МВФ? Насколько он уже хочет договариваться с нами на сегодняшний день? Украина резко изменила свой профиль за последние полтора года в восприятии всех международных институций, в том числе и финансовых. Это страна, которая находится в состоянии войны, с огромным уровнем коррупции и с отсутствием верховенства права. Любое решение, которое здесь принимается, рассматривается любыми экспертными кругами с точки зрения того, как оно скажется на снижении уровня коррупции или сохранит оно тот уровень коррупции, который есть. Поэтому два основных требования я вижу в этом договоре с МВФ – антикоррупционный суд. И второе требование – это проведение приватизации, которое уже не рассматривается никак по-другому, как только необходимо ее сделать для того, чтобы высвободить вот эти коррупционные каналы, которые питают политическую коррупцию в стране, которые являются предметом расперии между различными политическими силами. Но они очень влиятельные. Три года уже, по-моему, блокируют это требование фонда. Что касается необходимости повышения тарифов на газ, то МВФ в общем-то всегда занимал четкую позицию. Вы можете не повышать тарифы, но покажите так называемое фискальное пространство, которое даст вам возможность не повышать эти тарифы. Но для того, чтобы это сделать, надо думать как минимум, например, о разрушении монополии нахнефтегаза в Украине, о стимулировании конкуренции на рынке газодобычи. То, что реально могло бы сделать страну более энергонезависимой, тогда необходимость в увеличении этих тарифов может быть не такой актуальной. Все понятно. Спасибо вам за эти ответы. Олег Устенко, экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера, был гостем. Подробности недели. Спасибо еще раз огромное. Спасибо большое. Впервые в теме создания антикоррупционного суда в Украине, кстати, появились четкие временные рамки, названных посол Евросоюза в Украине Хьюк Мингарелли. По его словам, новый суд должен быть создан до президентских выборов, намеченных на весну следующего года. И если честно, это очень строгие рамки. Вот даже законопроект об антикоррупционном суде месяцами не может дойти до первого чтения. А ведь еще предстоит провести конкурсы по отбору судей, нанять технический персонал, найти подходящий офис. Но даже если все эти этапы создания антикоррупционного суда и пройдут успешно, это еще не значит, что он сможет эффективно работать. Вот простой пример. Набу. Вдумайтесь, этому органу уже почти три года. В апреле будем отмечать очередной день рождения бюро. И при этом ни одно громкое дело до сих пор не дошло до приговора. А фигуранты этих дел, одних просто отпускают, другие сами требуют, чтобы их судили поскорее, потому что абсолютно уверены в оправдательном приговоре. Павлина Василенко продолжит тему. В лучших традициях детективного жанра, во время спецопераций со стрельбой и погоней. На борту воздушных судов. Их задерживают с шумом и помпой, но потом все тихо спускают на судейских тормозах. В марте 2016 детективы Набу пришли с обыском к одесскому суде Алексею Бурану. На оперативном видео четко слышно, как силовики несколько раз представляются. Вы сотрудник антикрупционного бюро. Ты что такой, шумер? Но Буран и тогда, и во всех своих последующих показаниях, говорит, детективов не признал. Подозреваемого во взятке в полмиллиона гривен судью арестовывают лишь в Киеве, после того, как парламент дает на это добро. Почти два года Буран провел в СИЗО, но на днях суд освободил его из-под стражи под домашний арест. А как вы почуваетесь? Ну как после двух лет садовки почти? Почувать, как можно почувать? Это же не Аграрит, не в Сочи. Ладно. Все, корреспонденция закончена. Новый коммент. Судя Буран, он может защищаться с святками, это даже никто не проконтролирует. Он может впливать на святки. То есть, де-факто суд для судей створит условия, когда он может попробовать развалить дело. Алексей Буран круглосуточно будет находиться здесь, в своем особняке на берегу моря в Одессе. Журналистам дверь не открывают, хотя хозяева, скорее всего, дома. Из трубы идет дым. В следующий раз порог дома Буран должен переступить 14 февраля. На этот день назначено заседание суда по его делу в Николаеве. Коллегия судей, которая отпустила Бурана под домашний арест, пообещала, рассмотрение дела ускорят. Мы ожидаем до конца березня вырок по этой справе. Два года справа не понимала, каким чином слухалась. Как только подозренный вышел из-под варты, уже признащено через день заседания. Если бы в таком режиме слухали раньше, может быть, эта справа уже была закончена. Еще одно долгоиграющее дело – Романа Насирова. Год назад вся страна наблюдала за его больнично-судебными метарствами. Насирову инкриминировали злоупотребление служебным положением и двухмиллиардный ущерб государству. Но через две недели после задержания, бывший главный фискал вышел из СИЗО под залог в 100 миллионов. Мы очень благодарны своей семье, что они как-то вырешили и нашли эту шаленную сумму очень быстро и полностью доказать абсолютную безвинность. Но быстро не получилось. Скоро год, как Роман Насиров сидит под домашним арестом, а суд идет. И конца ему пока не видно. Адвокаты настояли, чтобы прокуроры зачитали почти восемь сотен страниц обвинительного акта. Заседание признащается раз в месяц. Дуже такие элементарные подрахунки вказывают на то, что эта справа будет слушаться руками. Затягивание судебного разбирательства – давно известная уловка уходить от наказания. А параллельно с этим обвиняемые в коррупции даже свое материальное благосостояние улучшают. И через апелляционные суды добиваются уменьшения незалоговой суммы. Сумма уменьшается до тех, которые вообще не сопоставлены не то, что с завданной шкодой, а даже с теми грошами, которые эти люди официально декоруют. Фактически люди не поверяют ее деньги. Она платит минимальный несок и идет дальше гулять себе на горе. Залоги уменьшают, меру пресечения смягчают. Еще один пример гуманности украинской Фемиды – дело янтарных депутатов. Вчера суд снял электронный браслет с Максима Полякова, а сегодня уже из Борислава Розенблата. Уже прикосновенные, но не отправленные под арест депутаты и дальше ходят на работу в парламент и негодуют, когда же суд. Вы помните гучные заявы про передачу в суд в липні, в вересні, в жовтні. Убежать из страны – еще один метод, как обойти правосудие. Оголошуется на всю страну. Мы будем снимать недоторганность такой людини. Фактически запрошено. Берите карты. Именно так все и было со столичным судьей Николаем Чаусом, закатавшим в банке 150 тысяч долларов. Чтобы начать суд, судью Чауса нужно сперва привезти в Украину из Молдовы. Но в последнее время, говорят эксперты, даже бежать никто не пытается. Крупной коррупционной рыбе украинские суды ни по чем. За два года работы НАБУ и САП уличили в коррупции более 300 человек. Но вот обвинительных приговоров – единицы. То, что нужно было сделать в прошлом году, политики обещают закончить в этом. Вот только в повестку дня вносить законопроект они не торопятся. Павлина Василенко, Андрей Анастасов, Павел Лысенко, Богдан Савруцкий. Подробности недели. Телеканал Интер. На этой неделе героями новостей стали и сами журналисты. Правда, вместе с силовиками. Первыми в заголовки попали работники радиовести. В четверг, прямо с утра, здание торгового центра, в котором находится редакция, оцепили нацгвардейцев. В помещение редакции вошли люди в масках. Сотрудников не пускали. Выходы заблокировали. Организатор вот таких следственных действий – еще одно созданное недавно агентство по менеджменту и розыску активов. Официальное объяснение в рамках дела по экс-министру налогов и сборов Александру Клименко. Эти помещения, в которых работают вести, должны быть переданы в управление агентству. О давлении тоже в четверг заявили и сотрудники телеканала «Один плюс один». Правда, уже со стороны Национального банка по требованию НАБУ. Детективов заинтересовало движение средств на банковских счетах, менеджмента, журналистов и других работников телеканала. Запрашивают даже сведения о зарплатных проектах. Руководство канала трактует такие действия исключительно как посягательство на свободу слова. Кстати, на фоне вот такой активности силовиков уместно вспомнить и о давлении на наш телеканал. Поджог редакции новостей не расследуется уже больше года. Следствию были предоставлены даже видеоматериалы с лицами поджигателей. Но дело все равно с мертвой точки так и не сдвинулось. Подробности недели снова в прямом эфире. Спасибо, что дождались. Обстрелов стало меньше, но вот провокаций больше. Именно так коротко можно охарактеризовать ситуацию на фронте. На этой неделе серьезного обострения на Донбассе не было, но это спокойствие очень иллюзорно, говорят наши военные. Ведь по их наблюдениям враг наращивает силы. Наш военкор Игорь Левенок побывал и на передовой возле Авдеевки и в самом городе. Что же сейчас происходит в прифронтовой зоне? Его материал далее. Окраины Авдеевки. Отсюда запросто можно рассмотреть руины Донецкого аэропорта. Армейцы на позициях говорят, тихо здесь не бывает. И шо это было? Кэмп. Сейчас враг периодически стреляет в нашу сторону из пулеметов. А с вечера начинается дискотека. На армейском сленге это обстрел. Когда вокруг свистят мины, раздаются взрывы и сверкают трассеры. В даче приехало какое-то новое руководство, ротация руководства прошла. Поменялась с их конца тактика. То есть уже более часто работают, ну, постоянно работают в вечернее время. И участились обстрелы днем. На позициях под Авдеевкой закрепились наши десантники. Утверждают, по ту сторону очень активизировалась разведка. Над украинскими позициями постоянно пролетают беспилотники. Мы не можем понять, почему так активизировались в последний час. Но это не только беспилотники, активизировались их провокационные действия в последний час, в последний неделю где-то активизировались. Уже нас и минометами частично начали турбовать, и начали РПГ, СПГ в нашу сторону. Несколько раз и нам приходится прятаться в укрытие. Пришел гум-конвой, появились у них боеприпасы, и начали приходить к нам подарки. Мирные жители в Авдеевке к Кананаде давно привыкли. У них сейчас другие проблемы. Можно даже продукты в холодильник не ставить. На кухне у Анны Толстой температура не поднимается выше 12 градусов. Спальню отапливает электрообогревателем, но все равно холодно. Сыну Анны Тимуру год и два месяца. Малыш спит в одежде, и мама укутывает его теплым пледом. Если что-то делаем, то 15, а так 14 градусов. Семья Толстых живет в Старой Авдеевке. Это частный сектор. Отопление здесь у всех автономное. Кто-то по старинке греется дровами и углем, но многие установили газовые котлы. Вот только газа нет уже 8 месяцев. Люди выживают за счет электричества. Подогреть, покушать, подогреть, помыться ребенку. За себя уже молчим. Обычно коры тут ставили, но сейчас тут даже не нагреешь этим обогревателем. В прошлом году во дворе у Анны разорвалась мина. После этого дом покрылся трещинами. Термоизоляция нарушена. Ну вот тут такие вот трещины. Через них скользит, как не залепливый. Газов при фронтовом городе нет из-за войны в прямом и переносном смысле. В прошлом году газопроводы разбомбили боевики. Уже проложили новый, но запустить никак не могут, поскольку теперь чиновники воюют с газовщиками. То труба им не подобалась, то с червеным хрустом они грилися, то дуже долго они передавали нам проект, забирали, то передали нам проект, мы видимся, а там немає декількох блоків. ПАО Донецьк Облгаз не бачила, в руках не держала жодного листочка документации. Военные же уверены, мирная жизнь в 25-ти тысячной Авдеевке обязательно наладится. Главное не допустить обострения, ведь враг прощупывает оборону наших бойцов. На этом участке накапливает технику. По нашим данным, в районе Донецкого аэропорта сосредоточена у них довольно-таки немалая группа. За эту землю украинская армия заплатила десятками, а может быть и сотнями жизней своих солдат. На территории этих позиций можно часто встретить вот такие кресты. Это значит, что кто-то здесь погиб. Поэтому украинские армейцы уверяют, держаться здесь будут всеми возможными способами. У врага нет шансов прорвать здесь оборону. Это уже понимают жители прифронтовой Авдеевки и соседних сел. В 15 километрах от линии фронта в поселке Очеретино построили вот такую школу. Сегодня ее торжественно открыли. Педагоги и ученики в восторге. Там и проекторы и компьютеры и доски купили. А раньше у вас такого не было? Нет. В школе будут учиться почти три с половиной сотни детей. И это число постоянно увеличивается за счет переселенцев, которые возвращаются домой. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности недели телеканал Интер. Тема войны на востоке Украины была одной из главных во время переговоров президента Украины Петра Порошенко в Австрии. Глава государства провел встречи с президентом, канцлером и спикером парламента. Он поблагодарил Австрию за поддержку Украины, в частности по миротворческой миссии ООН для Донбасса. И это особенно ценно, учитывая нейтральный статус австрийского государства. Кстати, действующий канцлер Австрии Себастьян Курц еще в качестве министра иностранных дел в прошлом январе лично побывал на Донбассе и видел, какой урон нанесла Украине война. Я знаю, что Украина также председательствовала ОПСЕ в прошлом году и делает все, чтобы установить мир на востоке страны и свести к минимуму страдания гражданского населения. Мне очень хотелось бы, чтобы ситуация улучшилась и мы могли говорить о дальнейшем развитии страны. Я окремо хотел подкреслить роль пана Себастьяна, когда он руководил ОПСЕ. Саме во время главы Австрии в ОПСЕ, саме во время собственных усилий пана канцлера мы значительно усилили специальную монетаринговую миссию ОПСЕ, мы покращили техническое оснащение и покращили объективную информацию, которую специальная монетаринговая миссия ОПСЕ надает свиту с линии с территории, которая оккупована Российской Федерации. Я хотел благодарить вам, пане канцлер, за такую надзвучайно ответственную и надзвучайно профессионную позицию. Уже в марте планируется новая встреча спецпредставителя США по Украине. Курта Волки, распомощником президента России Владиславом Сурковым. Точная дата и места встреч еще не определены, но похоже, что принципиальные договоренности о новом раунде переговоров все-таки достигнуты. Напомню, что главная задача такого формата переговоров Волкера и Суркова это попытка сблизить позиции России и мирового сообщества по вопросу о миротворцах для Донбасса. Если встреча в марте состоится, это будет уже четвертый раунд после переговоров в Минске, Белграде и Дубае. Ну и в переговорный процесс по Донбассу скоро с новыми силами вернется Германия. Еще в сентябре прошлого года там состоялись парламентские выборы и вот все это время, то есть целых четыре месяца не удавалось создать новую коалицию. Напомню, в этой стране именно от формата коалиции и условий коалиционного соглашения полностью зависит политика государства. В минувшую среду немецкие политики наконец-то объявили. Им удалось договориться. Причем любопытно, в этих договоренностях нашлось место и Украине. Итак, что конкретно Ангела Меркель и ее партнеры по коалиции обещают нашей стране и что будут от нас требовать вот взамен? Давайте узнаем у нашего корреспондента в Берлине Татьяна Лагунова на связи со студией подробностей недели. Татьяна, приветствую. Как вообще получилось, что Украина упоминается в договоре о коалиции в Германии и что это означает для нашей страны? Алексей, ну в принципе в немецких коалиционных соглашениях другие страны упоминают. Обычно это очень подробные документы на сотни страниц в них прописывают не только внутреннюю, но и внешнюю политику страны. Но очевидно, что в этот раз Украине уделили куда больше внимания, чем прежде. И это не просто декларация или какое-то упоминание вскользь. Украина идет отдельным, большим пунктом. Теперь к содержанию. Общий смысл. Германия выступает за территориальную целостность Украины и готова поддерживать нашу страну как дипломатически, так и финансово. В том числе и при восстановлении Донбасса. Но эта помощь не будет просто подарком. Взамен Берлин ждет от Киева реформ и борьбы с коррупцией и предупреждает. Помощь будет предоставляться только при выполнении жестких условий. Есть в коллекционном соглашении и отсылках к минским договоренностям. Официальный Берлин напоминает, они должны быть выполнены полностью. И призывают к этому и Россию и Украину. Есть здесь также и обещания и дальше тесно сотрудничать с Францией по украинскому вопросу в рамках нормандского формата. Кстати, первая после долгой паузы встреча нормандской четверки может состояться уже на следующей неделе на полях уже традиционной мюнхенской конференции по вопросам безопасности там готовят переговоры на уровне министра иностранных дел. Алексей? Вот здесь, кстати, кто будет представлять Германию в Мюнхене? Уже новый министр иностранных дел и вот вообще можно вот сейчас сказать, что эпопея с формированием правительства в Германии ну точно завершилась. Все-таки 4 месяца переговоров были и непростых переговоров. Не получится ли так, что вот опять все сорвется? Ну, во-первых, если главные дипломаты Нормандской четверки таки встретятся в Мюнхене, то представлять Германию будет действующий министр Зигмар Габриль. Да и кто будет новым министром вообще пока непонятно. Сегодня Мартин Шульц из-за критики однопартийцев неожиданно отказался от этой должности. Но в любом случае новое правительство Германии вступит в свои полномочия не раньше середины марта. Формально коалиционный договор еще должны одобрить все члены социал-демократической партии. Главного партнера Меркель по коалиции это 460 тысяч человек. Впрочем, здесь больших сюрпризов не ожидается и в принципе можно сказать, что вся эта коалиционная эпопея практически закончена. И да, в Германии уже бурно обсуждают новый Кабмин и говорят, что Ангела Меркель за четвертый канцлерский срок заплатила слишком высокую цену. Социал-демократам отдали 6 министерств. Среди них ключевые иностранных дел финансов и юстиции. Еще три ведомства, включая МВД, получили другие партнеры по блоку ХСС. И это не считая десятков других политических уступок. К нам было два ключевых требования. Наконец-то сформировать стабильное правительство и в ходе переговоров думать про интересы людей. И я уверена, что мы справились и воплотили в коалиционном договоре эти пожелания. Создали базис для стабильного правительства, которое от нас ожидает страна и многие в мире. И разработали рабочий план, который позволит улучшить жизнь Германии. Социал-демократы достигли многого, ХСС тоже. Но вот ХДС выглядит довольно набледно. Они думают, пока у нас есть популярный канцлер, фрау Меркель, с нами ничего не случится. Это уже успех. За такие щедрые куски властного пирога, которые получили партнеры по коалиции, Ангелу Меркель уже очень громко критикуют и в рядах собственной партии. Мол, отдала все, что можно и как вообще управлять таким правительством. Так что следующие четыре года канцлеру явно придется не сладко, но все-таки это будут еще четыре года Ангелы Меркель. Алексей? Все понятно. Спасибо, коллега. Татьяна Лагунова, наш корреспондент в Германии, отвечала на мои вопросы. Ну, а вот сейчас у нас есть возможность поговорить с Константином Елисеевым, заместителем главы администрации президента Украины и неофициальным куратором внешней политики нашего государства. Он сейчас на связи со студией нашей программы у него и узнаем о результатах, что конкретно получилось у нашей делегации в Австрии, ну и с чем украинские дипломаты поедут в Мюнхен. Константин, приветствую вас. Спасибо, что нашли время ответить на вопросы. Скажите, завершился визит нашей делегации в Австрию. Что бы вы назвали главными итогами этой поездки и чего ждать дальше от Австрии? Все-таки это государство нельзя назвать одним из лоббистов проукраинской политики в Европе. Доброго вечера. Передуссим, визит был президента очень динамичным, очень насыщенным и ключевым стало, по суті, установление персональных контактов президента с новым руководством Австрии, адже вы знаете, что там был выбран новый президент, происходили парламентские выборы, сформировалась новая коалиция, новый уряд на челе с новым канцлером, а также новый парламент. Поэтому очень важно было установить персональные контакты с президентом, восстановить контакты с колешним министром законных справ, ныне новым канцлером Австрии и, конечно, установить контакт с парламентом. Поэтому ключевым стала домовленість про визит в середине березня до Украины президента Австрии, это будет официйный визит, плюс домовлено также что своей политике Австрия как будущий глава Европейского Союза с 1 липня будет продолжать помогать нам поступово интегрироваться к Европейскому Союзу. Конечно, вопрос ситуации на Донбассе, вопрос миротворческой операции также важливой. Ну и, конечно, не менее важливой стал вопрос развития инвестиционных и бизнес-контактов, адже вы все знаете, что на сегодня есть очень большой интерес Австрии к украинскому рынку, к Украине, к вопросам приватизации, поэтому это тоже стало важливым вопросом порядка деньного перемоги. Константин, а в составе вот этой делегации из Австрии, о которой вы только что говорили, может быть Себастьян Курц или еще пока рано об этом говорить? Визит президента не планируешь? Приедет до нас президент республики Австрии, а это будет президентский Себастьян Курц сейчас канцером, но он позитивно отреагировал на запрошение президента и так же я не выключаю, что он этого года отреагирует за кримовым визитом. Что очень важно, что визит президента Австрии будет сильный бизнес форум, потому что президент австрийский приедет с сильной бизнес делегацией, и этот бизнес форум откроет два наших президента. Понятно, хорошо, с Веной ясно, давайте теперь поговорим о Мюнхенской конференции по безопасности, во время которой могут пройти и переговоры в нормандском формате. Вот вы ожидаете каких-то конкретных результатов от этой встречи? Если да, то каких? Ну, по-перше, очень важно, что президент Украины возьмет участь в Мюнхенской безопасной конференции. Президент будет иметь возможность выступить с окремной промовой присвященной европейской безопасности. И, конечно, на полях этого форума будет много сторонних и двусторонних заходов за участием президента. И будут встречи с представителями американского эстаблишмента. Будут встречи с президентом низких стран, членов Европейского Союза, с представителями других стран. Но, конечно, важливой будет встречи в первую за последние несколько месяцев Нормандской четверки на уровне Министра закордонных справ. Сейчас активная работа подготовки этой встречи. подальше этот процесс. Но вот интересно, какие это могут быть меры? И не кажется ли вам, что вот это уже просто такие ритуальные слова сейчас про Минск, про тупик, про какие-то шаги? Ну, по-перше, проблема не в Минских домовленостях. Проблема в том, что проблема в Москве, власне кажучи. Проблема отсутности політичного воли в Москве виконувати Минские домовленості. Тому, звичайно, мы целиком поделяем занепокоєння президента Франції, який дійсно хочет достигти прорива в Минских домовленостях. Але, звичайно, я хотел бы нагадати, і це було також предметом перемовин. Була гуманітарна складова виконання Минских домовленостей, адже завдяки самим Минским домовленостям відбулося, ви знаєте, звільнення українських заручників наприкінці минулого року. Наразі знову продовжується робота для того, щоб цей процес тривав. Звичайно, ми наполягаємо на тому, щоб виконувалось інше положення Минских домовленостей, які стосуються і питання виведення російських військ, стосуються, наприклад, встановлення зон вільник від важкої зброї. Звичайно, це непростий процес, але ми думаємо, що після того, як завершилися нарешті коаліційні перемоги в Німеччині, після того, як інтенсифікувалися контакти президента Франції з російською стороною, можливо, нам вдасться і після виборів, звичайно, в Росії, вдасться досягти певних позитивів на цьому напрямі. Константин, можливо, в марте состоїться вже четвертый раунд переговорів, це після Минска, Білграда, Дубая, Волкера і Суркова. Якщо состоїться, чого ждати Україні? Ну, когато вже четвертый раунд, п'ятий, який принесет хоть какой-то результат? Як ви считаєте? Справа в тому, що тривають перемоги на різних напрямах, на різних треках, на різних рівнях. І, звичайно, ми вітаємо той факт, що активно залучається американська сторона. І ми думаємо, що великий час буде присвячений цим мінським перемогам під час майбутньої Мюнхенської конференції. Але наша мета зараз ключова. Це все-таки переконати російську сторону почати виконувати безпекову частину мінських домовленостей і створити сприятливі умови для політичного процесу. І одним з важливих факторів забезпечення миру і безпеки могло б стати розгортання повноцінної миротворчої операції ООН, яка б могла охопити як окуповану частину Донбасу, так і звичайно неконтролювану ділянку українсько-російського державного кордону. Саме власне над цим працює і українська дипломатія, і дипломатія наших партнерів Франції, Німеччини і Сполучених Штатах. Саме на цьому зараз сконцентрована увага і нашого другу, друга американського партнера Курта Волкера. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую!